Один из самых жестоких для меня матчей был именно в Перми. Мы приехали, а у меня же нога 47-го размера, а Коньков в то время делал, самый большой 45-й. И так ты еще когда в Ново Дворце играешь, пальчики подогнешь, это нормально. А сюда выехали, а здесь было под 40 морозом. Мы там играли 4 периода по 15. И я вышел, у меня просто был шок от того, что ноги были просто парализованные. Привет. В Перми совсем ничего не изменилось. Холод, плохая экология. Игрокам молотоприками не платят зарплату. Игроки Пермского клуба последний раз что-то получили за ноябрь, но с тех пор из бухгалтерии тишина. Начальство иногда заходит, обещает выплатить все в течение 10 дней или завтра, а затем снова пропадает. Но я не удивлен. У руля команды Герман Третьяков, и чаще всего у него нет денег или скоро будут, но при этом он моментально в трудные моменты уходит в отпуск и улетает туда, куда без денег не выбраться. Пермский клуб сейчас занимает 26-ю строчку в таблице. Потерял шансы на плей-офф, отчасти из-за кадровых ошибок, отчасти из-за такого неаккуратного отношения к игрокам. Самое смешное, что руководство Пермского клуба утверждало, что в этом сезоне вообще никаких финансовых проблем быть не должно. Мол, футбольный анкар закрылся и деньги точно будут. Видимо, это касалось только руководства. И еще новости из ВХЛ. Южный Урал упустил возможность попасть в зону плей-офф, проиграв КРС Орджи на своем льду. Это унизительное поражение, ведь в составе соперника было 11 китайцев. Стало известно, что главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов не против, чтобы с ним на чемпионат мира поехал Олег Знарок. У нас есть руководство и тренерский штаб. Мы постоянно находимся в контакте. Я думаю, что это будет обоюдное решение. И не только даже нашей, в том числе и Олег Валерьевич. Вы знаете, мы уже сейчас, Олег Валерьевич уже сейчас плотно работает с командой. И сложились достаточно добротные профессиональные отношения. И если все будет идти так же, как сейчас, то мы будем только рады, что специалисты к такой уровню будут с нами работать. Но отвечать за результат будет именно Филатов. Чем и хороша работа консультанта. Ездишь в загранкомандировки за чужой счет и ни за что не отвечаешь. Ночные новости. Александр Овечкин потерпел восьмое поражение подряд вместе с Вашингтоном. Да, Кэпиталс недавно обыграли Калгари, но тогда не было Овечкина. И помог команде в этом Гарри Бэтмен, который дискалифицировал игрока на один матч. И там руководство лиги тащит один клуб. До свидания. Игорь, ты ушел, потому что майонез запел, да? Нет, просто не захотел. Нет. Нет. Продолжение следует...